МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспектива проведения в Волгограде в 2018 году одного из этапов Чемпионата мира по футболу приобрела четкие очертания, а вместе с ней и необходимость дальнейшего развития индустрии гостеприимства. Власти региона и города отельеры прекрасно понимают, что встречать болельщиков и других гостей нужно по высшему разряду. В связи с этим принята областная целевая программа. Ее задача – создание благоприятных условий для инвесторов, а именно ускорение оформления разрешительной документации, подключение объектов к сетям, совместного облагораживания прилегающих к гостиницам территорий. Вообще это очень серьезный вопрос, потому что по программе нашего правительства или администрации области мы должны открыть в течение ближайших 2-3 лет 11 отелей. Это частные инвестиции, они составляют порядка 9 миллиардов рублей. По требованию ФИФА Волгоград должен обладать гостиничным фондом в 7,5 тысяч номеров, сегодня последних всего 3 тысячи. И пока лишь 27 из 115 работающих в регионе отелей прошли государственную классификацию. Естественно, правительство страны ориентируется на соблюдение мировых стандартов качества обслуживания клиентов. Естественные гости будут. Поэтому в этом плане правительством принято постановление, подписано, что с 1 июля 2015 года в города, где будет проходить чемпионат мира, все средства размещения, то есть должны пройти государственную систему классификации. Как это было в Сочи. А те отели, которые не прошли или самовольно присвоили эту себе звездность, просто в эти отели селиться никто не будет. Им будет поставлен барьер для размещения туристов и гостей из рубежа. К слову, все гостиницы, принадлежащие на сегодняшний день Волгоградской группе компаний «Столия», уже прошли государственную классификацию. Это двузвездный отель «Старт», который сейчас находится на реконструкции по немецкому проекту. Трехзвездный отель «Южный» отмечает в этом году 45-летний юбилей. Также соответствует всемирно признанным стандартам. Сейчас «Южный» имеет парковку на 150 машин и 180 номеров. Он принимает до 30 тысяч туристов в год. Не так давно был открыт и апарт отеля «Южный», построенный по принципу гостиниц квартирного типа. Его отличительные особенности – дизайнерский подход к интерьеру, современное техническое оснащение, эпл-ориентированный сервис, уютная домашняя обстановка. Во всех апартаментах есть кухня, оборудованная по последнему слову техники. В гостевой и спальной зонах удобная мебель. К услугам гостей – бесплатный беспроводной интернет, спутниковое телевидение, телефон с международной связью. Немаловажно, что апарт-отель имеет собственную централизованную систему отопления и кондиционирования. Ровно год назад, в ноябре месяце, это в первых числах ноября, был открыт отель, первый брендовый отель «Хэмптон Байхилтон». Это франчайзинг известного всемирного бренда «Хилтон». Трехзвездный «Хэмптон Байхилтон» также соответствует мировому классу. Это семиэтажное здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Имеется парковка, рассчитанная на 82 автомобиля, большой холл, рестораны-бар, 156 номеров. Примечательно, что здесь и есть все условия для комфортного проживания инвалидов-колясочников. Перечень услуг для постояльцев отеля довольно обширен. Отметим лишь малую их часть. Бесплатные завтраки, свободный Wi-Fi, тренажерный зал, который пользуется большой популярностью у гостей. Кроме того, на территории отеля расположен современный и оснащенный по последнему слову презентационной техники бизнес-комплекс «Волга-Холл». Новый конференц-зал идеально подходит для проведения деловых мероприятий любого уровня и масштаба. Конференций, тренингов, семинаров, мастер-классов, а также банкетов и праздников. Это такой архитектурный конструктор, поскольку все помещение, благодаря особым технологическим возможностям, может трансформироваться в несколько залов. Вообще, появление в городе Хэмптон-Байхилтон дало импульс развитию конкуренции в сегменте 3-4 звезды. Руководство и сотрудники группы компаний «Столия» продолжают тщательно изучать международные стандарты ведения гостиничного дела. На сегодняшний день гости Хэмптона, отеля «Южный» в основном это деловые люди. Это люди, которые приезжают в командировки по каким-то деловым вопросам. Они составляют порядка 80% от всего количества гостей. А, как я сказал ежегодно, 30 тысяч в Южную селятся. В гостиницу Хэмптон год уже закончился, и мы видим, что порядка 25 тысяч гостей заселилось в наш отель. Это в основном бизнес, значит, туристы. Но мы рады и будем, как бы, с увеличением объема отеля, конечно, принимать и гостей, и туристов. Все условия для этого есть. По словам директора Волгоградского филиала Российской гостиничной ассоциации Виктора Зверева, задача перед отельерами нашего региона стоит непростая. Подготовить к чемпионату мира более тысячи специалистов для работы в сфере гостеприимства и туризма. Ведь обслуживать придется 2 миллиона человек. Цифра огромная по сравнению с теми семью с половиной сотнями тысяч гостей в год, которых область принимает сейчас. Открывая эти отели, мы понимаем, что в каждом отеле количество сотрудников порядка там от 50 до 150 человек. Если 11 новых отелей, даже по 100 человек, значит, мы должны подготовить с вами 1100 специалистов. Из них, значит, есть там горничные, есть повара, официанты, ну, есть и службы менеджеры, службы работают с приемами размещения, руководители подразделений, которые должны иметь вообще высочайший уровень подготовки, поскольку приходится работать с иностранными гостями и туристами. Поэтому сегодня мы работаем с нашими вузами, в которых есть факультативы или факультеты по подготовке менеджеров, по конкретной подготовке специалистов для наших отелей. Гостеприимство действительно целая наука, а гостиница, говорит Виктор Сергеевич, не просто бизнес-проект, не только здание, обладающее возможностями для предоставления определенного уровня сервиса. Это имиджевая составляющая города. Как вокзал, как аэропорт, как речпорт, допустим, так же гостиница, потому что все те люди, которые прибывают в Волгоград, они встречают их в аэропорту, привозят куда? В отель, где они остановились, отдохнули, воспользовались там рестораном или баром, и они увезут или тепло, или равнодушие и некачественное обслуживание. И самое главное, что в гостиницах или в службе сервиса нет мелочей, потому что гости реагируют на любой нюанс, как вы встретили, как улыбнулись, что ответили, пожелали доброй ночи, хорошего настроения. Зависит имидж и авторитет нашего города. Думать об имидже Волгограда следует не только в связи с предстоящим в 2018 году масштабным событием. Гостиницы мирового класса будут востребованы и по завершении футбольного чемпионата. У нас великолепные условия и для отдыха, и для приема гостей. Поэтому вот такими точками притяжения должны быть все отели, которые будут открываться. Только тогда мы получим не только средства размещения, но и место для приема гостей, для отдыха, для того имиджа города-героя Волгограда, что кроме славы у нас еще есть славная традиция гостеприимства, вкусная еда, прекрасный сервис, хорошая экскурсионная программа, хорошие экскурсоводы, которые в комплексе должны ну как бы зажечь, что ли, привлечь людей, что Волгоград, это как мы говорим Санкт-Петербург, Ленинград, мы имеем в виду, что это внимательные, культурные, красивые люди. То же самое должно быть в Волгограде. Только так заработает и бизнес, и власть будет, и гостям, которые будут приезжать, будет приятно и комфортно отдыхать здесь, в нашем прекрасном городе, в нашей области.